Всем привет! Добро пожаловать на первое занятие для начинающих в этом году. И сегодня мы попробуем разобраться на примере различных видов кнопок, которые включают и выключают свет. И в кнопках разберемся, и закрепим, или сделаем более понятным, условия ветвления в языке Луа в Роблоксе. Ну давайте начнем. Вот у нас здесь 9 различных случаев есть, 9 разных видов кнопок. Давайте посмотрим, начнем со случая 1. Сначала посмотрим скрипт, чтобы не делать слишком длинным это занятие. Здесь очень простой скрипт. Кликаем на кнопку, и у нас включается свет. Проходит 3 секунды, свет выключается. Этот скрипт не превосходный. Он, я бы даже сказал, с ошибками. Особенно это будет заметно в мультиплеерной игре, если несколько игроков будет играть. Давайте попробуем. Нажимаем. Должно пройти 3 секунды, и свет выключится. Нажимаем. Проходит 3 секунды. А, 3 секунды не прошло. Что-то моргнуло. Так, я несколько раз кликнул. Смотрим. Еще кликаю. Видели? Была какая-то непонятная вспышка. Ну что ж. Давайте сразу к усовершенствованному скрипту перейдем. В случае номер 2. Чего же нам не хватало в первом скрипте? Так. А нам не хватало защиты от дребезга. Или защиты от того, чтобы нашу кнопку нажали второй раз, когда она уже нажата. Например, когда уже включен фонарь, чтобы никто не нажал эту кнопку. Так. Смотрим. Скрипт 2. Все то же самое. Я, кстати, не объяснил. Я специально разложил по папкам. Place, которые мы сейчас рассматриваем, можно будет скачать по ссылке в описании этого видео. Так что вы можете скачать и все потренироваться, изменить, улучшить и использовать у себя бесплатно. Пожалуйста. Так. Итак, я не сказал. Первая строчка. Что мы делаем? Дело в том, что у меня есть билборды на каждом из столбов. И чтобы мне вручную, ну мне лень вручную, везде выписывать название скриптов или название папок, я попросил это сделать скрипт. Итак, я заношу в скрипт parent. Что у нас скрипт parent? Скрипт здесь лежит. Где у него родитель? Вот. То, в чем он лежит. Он лежит в папке случай. Так. Вот скрипт parent. И то, в чем он лежит, мне у него нужно получить имя. Так что вот это выражение, скрипт точка parent точка name, я получаю в данном случае название папки. Случай 2. А куда я это все кладу? Смотрим опять же скрипт parent. Значит, в этой папке лежит стрит слайд пол. Вот. В ней лежит билборд гуи. Билборд гуи. И в нем есть простой текст лейбл. И чтобы вывести текст, изменить текст в текст лейбл, лейблы, мы должны вот в его свойство текст занести какой-нибудь текст. Ну а текст мы взяли и из имени папки. Окей. Все. Во всех скриптах эти две строчки повторяются. Это одна строчка повторяется. Дальше. Во всех скриптах тоже. Чтобы не писать такие длинные пути до того места, где у нас лежит лампочка, которую мы будем включать. Я заношу путь относительно родителя этого скрипта, относительно этой папки. Чтобы каждый раз не писать game, точка, workspace и так далее. Чтобы мы могли продублировать вот эту папку. И у нас фонарь вместе с этим скриптом работал бы совершенно независимо. И не включал бы чужие фонари. А только работал со своими. Итак. Это короткая ссылка на свет. Это короткая ссылка на кнопку. Которая у нас есть. Потом дальше добавятся еще кнопки. Ну уже будет тогда button 2 и так далее. Button 3. Так. Итак. В этом скрипте мы в предыдущем посмотрели, что там дребезг. И вот некая защита от отскоков. Debounce. Это для того, что мы вводим локальную переменную. Она хранится только внутри этого скрипта. Так что другие скрипты, других фонарей. Никто не сможет увидеть эту переменную debounce. И по умолчанию мы в нее заносим ложь. Значение ложь. False. Итак. У нас есть функция, которая должна включить свет. Подождать 3 секунды и его выключить. В этой функции мы сразу проверяем. А у нас в переменной, в которой мы будем размещать защиту от дребезга. Истина или ложь. Если в ней истина, то тогда просто выполняется команда return. И у нас функция уже следующей строчки не будет выполняться. Она на этой строчке закончит свою работу. Так что когда я стою на игровом поле и кликаю клик-клик-клик-клик-клик. Если у нас debounce включился. Если в этой переменной истина. Ну вот в этой строчке мы уже заносим истина. Так что сколько бы я ни кликал. Эта строчка будет срабатывать. И функция будет заканчиваться. Ок. И так. В самом начале. В самом начале у нас переменной false. Ложь. И поэтому когда самый первый раз мы эту функцию вызовем. Вот это условие не сработает. If. По русски это если. Если здесь истина. То тогда что-то должно здесь сработать. Но истины у нас вот в условии в самом нет. Поэтому у нас скрипт начинает работать со следующей строчки после end. Которая относится вот к условию. If. Ок. В debounce заносим true. Значит чтобы никто из других игроков. Если у нас сейчас на игровом поле например 20 человек. И все начинают кликать мышкой на этой кнопке. У нас успеет кликнуть только кто-то один. Когда он кликает. Его функция запустится. Ну по его клику функция запустится. В debounce занесется true. И все. Все следующие игроки когда начинают кликать. Через долю секунды. У них эта же функция запускается. Но у них вот здесь в этой переменной будет ложь. И поэтому функция дальше работать не будет. Еще раз напоминаю что урок для начинающих. Так что если вы такие молодцы. Уже не начинающие. Посмотрите в самом конце. И попробуйте сделать домашку. Для этого урока. Дальше включаем свет. Вот у нас ссылка на свет. Enabled. Включаем истина. Загорается свет. Ждем 3 секунды. Потом свет выключаем. В Enabled нашего света. Заносим False. Ждем 1 секунду. И снимаем блокировку с кнопки. Так что после того как свет погас. Еще целую секунду нельзя кликать. Ну точнее кликать можно. Но срабатывать ничего не будет. И давайте проверим. Так ли оно или нет. Мне такая кнопка не очень нравится. Ну ее можно разве что. Для какого-то одноразового открытия. Так нажали. Ждем 3 секунды. Кликаю. Кликаю. Вот. После 3 секунд горения прошла. 1 секунда не горения. И только тогда сработало. Вот я кликнул. Не срабатывает. Секунда уже прошла наверное. И теперь опять срабатывает. Окей. Давайте посмотрим наверное. Модифицированные случаи. Как бы улучшенный скрипт. Примерно то же самое. Я разместил по горизонтали. Так что вот случай 2p. Английская p. Он скорее всего нам покажет более маленький код. Запомните. Вот у нас был такой код. Давайте случай 2p открываем. Ага. Ну скрипт примерно тот же самый. Только я не использую никакую переменную. Дебаунс. Функциональность чуть-чуть сократилась. Но возможно вам для игры сойдет. Итак. Смотрим на новый скрипт. Никаких дебаунс нет. Никаких кулдаунов нет. Мы просто смотрим. В начале нашего функции. Которая включает свет. Мы смотрим. А свет включен. Дело в том что. Мы можем не только записывать. True или False. Чтобы включить наш свет. Мы можем и читать. Какое значение у нас в этой переменной. В свойстве нашего света лежит. Если он включен. То тут всегда истина. Enabled. Итак. Если свет включен. То. Мы ничего не делаем. Мы выходим. Скрипт заканчивается. Но запомните. Что у меня все фонари погашены. В самом начале. Так что первый раз. Всегда. Это условие будет пропускаться. Дальше будет срабатывать функция. Это строчка. Мы включаем фонарь. Значит. Теперь у нас. В свойстве. Света. Enabled. Истина. И если. Стоит рядом со мной. На игровом поле. 20 игроков. И они чуть позже. Меня кликнули. На нашу кнопку. Которая должна включить. Свет. То у них будет всегда срабатывать. Это условие. Они кликают. Кстати. Для всех. 20 игроков. Этот скрипт. Выполняется. Отдельно. То есть. Я кликнул. Для меня этот скрипт. Выполняется. Вася кликнул. Кликнул. Для него он параллельно. Начинает выполняться. Света кликнула. Для нее тоже. И так. Когда например. Вася или Петя. Ну кроме меня. Кто-то. Кликнул. У него в значении. Когда фонарь уже горит. Здесь истина. Поэтому. На этой строчке. Они покинут функцию. И ничего зажигать. И гасить не будут. И даже ждать не будут. 3 секунды. Ну а так как мы первые. Мы успели. Первые нажать. То мы. Включаем свет. В этом же скрипте. Ждем 3 секунды. И выключаем свет. Все. Давайте посмотрим. Как теперь. Без лишних переменных. Давайте. Вот так даже сделаем. Я. Комментарий. С отдельной строчки. Разместил. Просто в конце строки. Все то же самое. Давайте посмотрим. Работает вообще. Без лишних переменных. Вот этот модифицированный скрипт. В принципе. Когда вы делаете. Настоящую игру. Наверное. Так делать не надо. Так. Читать скрипт. Так. Кликаю. Ничего не работает. Единственное. Когда у нас была отдельная переменная. Я мог. Сделать так. Чтобы. После. Это сейчас кликаю. Клик. Клик. Что после. Того как погас свет. Чтобы могла пройти еще одна секунда. Но не используя. Отдельную переменную. Я этого сделать не могу. Тем не менее. Вот свет у меня включается. На 3 секунды. И гаснет. Так. Давайте сразу. Не смотря на следующий. Код. Случай 3. Нажмем. И посмотрим. Что у нас здесь происходит. Так. Здесь просто. Без всяких ожиданий. Просто я могу. Включить. И он будет гореть вечно. И в любой момент. Могу его выключить. Давайте посмотрим код. Наверное. Код. Там. Очень. Небольшой. Для случая. Номер 3. Так. Случай номер 3. Ок. Да. Смотрите. Так. Здесь очень просто. Как в предыдущем примере. Мы смотрим. Если свет уже горит. То свет выключить. Мы в горение света. Как бы. В признак горения света. Заносим ложь. Свет перестает гореть. Иначе. Иначе мы наоборот. Зажигаем свет. Вот очень простое условие. Это простое условие. Можно заменить. Всего одной строчкой. Вот такой. Присвоить. В признак. В признак. Горения света. Не признак. Горения света. Что значит не. Мы инвертируем. Так что если здесь была. Если свет горел. То у нас его значение. С истиной меняется на ложь. С помощью вот этого. Not. Подумайте. На досуге. Не будем на этом остановиться. Но хочу сказать. Что как мы эту функцию запускаем. Помните. Мы к кнопке. Во первых. Мы добавили клик детектор. Который срабатывает на мышку. Кнопка 1. Клик детектор. Потом. По какому событию. Точка. Маус клик. Левая кнопка. И теперь с помощью коннекта. Присоединяем функцию. Я мог еще. Более кратко все это написать. Я мог написать здесь. Фанкшн скобка скобка. Ну как вы в других скриптах видели. Так как для начинающих. Я пишу подробно. И просто. Хотя можно было. Сделать. Проще. Ну. Наверное. Простые скрипты. Кончаются. Начинаются более интересные. Вы понимаете. Что без условий. Без ветвления. Без if else. Уже ничего интересного. Сделать нельзя. Так. А этот урок. Я сегодня записал. Потому что был вопрос. Про кулдаун. Для кнопок. Ну. Давайте посмотрим. Как этот кулдаун. Работает. Для кнопочек. Подразумевается. Что. Если мы включили. Так. Это у нас какой кейс. Так. Это случай 4. Нажали. Видите. Кнопка стала полупрозрачной. Потом можем ее опять нажать. В общем. Скрипт. Как предыдущий. Значит. Мы в любой момент. Можно включить. Выключить. Но видите. Добавлен кулдаун. Так что. Вот я кликаю. Кликаю. Но. Чаще чем. Один раз в 3 секунды. Включить или выключить. У меня не удается. Потому что. После первого нажатия. Кнопка становится неактивной. И надо подождать там секунду. Или сколько. После этого. Можем опять нажать на эту кнопку. И она опять. Пока не станет активной. Ничего нажать нельзя. Так. Ну. Давайте. Посмотрим на скрипт. Кстати. Я не буду игру наверно останавливать. Мы скрипты так сможем. А. Нет. Лучше буду останавливать. Ладно. Так. Смотрим. Кулдаун. Занесли в переменную. Сколько секунд. Кнопка не должна работать. После того. Как мы нажмем. Ок. Пришлось добавить переменную. Заблокирована кнопка или нет. Ну. В кулдауне она или нет. Здесь уже вы сразу видите. По условию. Я смотрю. При зажигании света в нашей функции. Я смотрю. Если кнопка заблокирована. Ну. Ребята. Идите. Идите. Все. Выходим из этой функции. Ничего не делаем. А если кнопка не заблокирована. Ну. Тогда. Ладно. Переключаем свет. Как я вам и объяснил. Всего одной строчкой. Если свет не горел. Он начинает гореть. И наоборот. Дальше. С кнопкой нам нужно что-то сделать. Кнопку нужно сделать. Неактивной. В начале. Неактивная кнопка. У нас. Полупрозрачной. Выглядит. Далее. Включаем. Что кнопка заблокирована. Чтобы срабатывало это условие. Теперь. Ждем. Количество секунд. Сколько мы тут задали. Например. 15 секунд. Можем задать. После того. Как 15 секунд. Не важно. Там. Как. Горит у нас фонарь. Или нет. За это отвечает. Одна. Вот эта строчка. Мы переключили фонарь. Нас волнует. Только кулдаун кнопки. Все. Кулдаун кнопки прошел. Кнопку теперь можно. А она опять разблокирована. Мы. У нее прозрачность. Возвращаем к нулю. Значит она опять видима полностью. И из переменной locked. Заблокирована. Мы в нее заносим false. Ложь. Чтобы это условие. Больше не срабатывало. Чтобы в следующий раз. Опять сработал скрипт. Ну вот и все. Так. Ну давайте сразу пройдем. К следующему кейсу. Так. У нас появилось. Все. Урок уже. Скоро закончится. Посмотрите. Осталось всего четыре. Примера. Так. Случай пять. Здесь. Кстати. Вот. Когда я нажимаю кнопку. Вкл. Когда я ее включил. Она как бы. Перестала быть полупрозрачной. Мы видим. Что на баннере. Я пишу. Что кто. Какой игрок. Нажал эту кнопку. И что он сделал. Он включил. Кнопку вторую. Если я включаю кнопку первую. Когда две кнопки. Одновременно нажаты. У нас только тогда. Загорается свет. Первая и вторая. Стоит. Вторую выключить. Перестает гореть. Стоит выключить и первую. Ну тут ничего не происходит. Так что если отдельно включаем. Выключаем. Горит свет. Только если обе кнопки. Ну давайте посмотрим на скрипт. Так. Это у нас. Засвечивается. Это у нас кейс 5. Так. Случай 5. Давайте посмотрим. Так. Ну так как. Для начинающих. Я скрипт написал не оптимизированным. Написал его. Посложнее. Ну и вы видите. Что пришлось добавить. Button 2. Для второй кнопки. Мне пришлось. Пьедестал. Под 2 добавить. Так что. Название самих кнопок у нас. У партов. Которые изображают кнопки. В виде сферы. Одинаковые. Button. Button. Но они находятся по разным путям. Одно у меня в Pad 1. Другое в Pad 2. Так. С этим разобрались. Как в прошлых скриптах. Добавляю новые переменные. В которых будет признак. Нажата кнопка. Или не нажата. Как вы помните. В принципе можно обойтись без этих переменных. Но с переменными зато проще текст читать. В этой переменной. Очень легко потом в условиях использовать. Видите. И в Prest. Я легко буду узнавать. Нажата первая кнопка или нет. Нажата вторая кнопка или нет. Ок. Так. К этой функции мы еще вернемся. И давайте посмотрим. Как у нас теперь нажатие кнопки действует. Две совершенно одинаковые. Два одинаковых скрипта. Это для первой кнопки. Это для второй кнопки. Первую кнопку с помощью коннекта присоединяем. PressButton1. Вторую кнопку. Клик детектор второй кнопки присоединяем. Вот к этой функции. Ок. Вот. И первая кнопка и вторая кнопка вызывают функцию. Которая проверяет. Можно включить свет или нельзя. Так. Ну здесь все ясно. Если кнопка нажата первая. То. Мы ее как бы отжимаем. Делаем не нажатой. Заносим false. Делаем полупрозрачную нашу кнопку. И здесь вот я текст в наш билборд. Видите это адрес билборда. Я в него заношу такой текст. Дело в том что. Функции которые присоединены через клик детектор. Маус клик. Туда один параметр всегда передается. Туда всегда передают игрока. Ссылку на игрока который нажал кнопку. Так что например у вас в игре. Нужно добежать до какой нибудь кнопки. И нажать первым. Чтобы дать приз первому игроку. Вот вы можете пожалуйста. Или не первому. Второму. Третьему. Не важно. Вы можете узнать что это за игрок. Я получаю как бы в этой переменной. Ну в параметре. Player who clicked. Я так назвал. Вы можете назвать хоть одной буквой. Я беру имя нашего игрока. Видите. Добавляю точка. Тотнейм. И добавляю. Выключил кнопку один. Ок. То же самое. Ну иначе. Иначе. Иначе мы кнопку делаем непрозрачной. Мы ее капо включаем. И то же самое. Просто с другим уже текстом. Что игрок такое то имя. Включил кнопку один. Ок. То же самое для кнопки второй. Теперь давайте посмотрим. Что же я вызываю за функцию. Check the light. Проверь свет. Вот я сделал маленькую функцию. Чтобы не писать и в первой функции. Вот эти строчки не повторять. И во второй не повторять. Я просто вызываю функцию. Здесь простое условие. Условие включения лампы. Чтобы и первая была нажата кнопка. И вторая. И вот у нас все условия. Pressed. And. Pressed 2. Pressed 1. And. Pressed 2. And. В данном случае. And. Переводится как И. Если здесь истина. И. Здесь истина. Тогда. Включи свет. Если. Здесь не истина. Ну хотя бы. Если. Если не в обоих случаях. Истина. То тогда сработает. Вот это условие. Напоминаю. Кто все еще путается в этих условиях. У меня есть отличный урок. Называется. Язык луа для четвертого класса. Там первые четыре урока. Посмотрите. Они коротенькие. Вот. И у вас все будет в порядке. Ну и все. Вот так все у нас работает. Так. Давайте переходим к модифицированному. Все так же работает. Две кнопки. Если нажаты одновременно. То срабатывает. Так. Давайте посмотрим. 5P. Кейс. Вот. Я сократил. Видите. Был. Вот какой. У нас текст. Скрипта. В пятом случае. А 5P. Это с оптимизированной немножко. Я здесь уже условия if else я их записал в одну строчку. Ух. Включить или выключить свет. Сюда мы должны занести истину или ложь. Но мы проверяем вот такое условие. Мы сюда заносим просто условия. Во-первых я отказался еще от переменных пресс и пресс 2. Как я определяю кнопка нажата или нет. Я определяю по ее прозрачности. Если первая кнопка не прозрачна. Помните да. Чтобы сделать непрозрачным какой-то элемент. Мы в Transparency заносим 0. Так вот здесь я не заношу. А с помощью двух равно. Сравниваю. Там 0. Кнопка не прозрачная. И так. Вот у нас получается какое сложное условие. Составное условие. Если первая кнопка не прозрачна. И вторая кнопка не прозрачна. То у нас получается такое составное выражение. И его результатом будет либо истина, либо ложь. Этот результат попадает в свет. Вот свет загорается. Здесь я сделал чуть сложнее. Кто знаком с языками C, C Sharp, JavaScript и так далее. Те знают. Ладно не будем вас пугать этими языками. Здесь вот что мы делаем. Прозрачность кнопки я заношу. Туда я должен занести либо 0, либо 0,5. 0 это не прозрачная, а 0,5 это прозрачная. Итак. Как я должен себя вести? Я должен узнать. Если у нас кнопка не прозрачная. То тогда вот это условие возьмется. Которое через AND записано. Иначе возьмется условие, которое записано через OR. Я часто использую такой прием. И вы наверное во многих скриптах тоже увидите. Но вы можете сделать просто. Можете расписать. Вот с помощью IF, ELSE. Так будет понятно. По скорости работы эти скрипты. Скорость скрипта либо одной строчкой. Либо вот сколько у меня там строчек. Совершенно одинаково. Зато вот этот скрипт даже новичок прочитает и поймет как он работает. А здесь возможно вам придется так сказать. Что же это такое? Ну не важно. Скрипт оптимизирован. Давайте посмотрим на следующий. Предпоследний вариант. Так. Случай 5P3. Здесь нужно нажать любые. Не любые. А все три кнопки. Только тогда загорится свет. Так что если мы любую отжимаем кнопку. Среднюю. Или правую. И он перестает гореть. Если все отожмем. Ну тоже конечно не горит. Ну давайте посмотрим 5P3. Все очень похоже на 5P. Вот смотрите. Вот у нас был 5P. Из предыдущего случая зная кнопками. Что же добавилось? Добавилась третья кнопка. Значит вы четвертую так сможете добавить. Дальше. Check the light. Здесь было на самом деле в одну строчку все. Но я видите как перенес. В языке Lua можно переносить сложные выражения. На несколько строчек разбивать. Так их легче читать. Итак. Разрешаем свет. Ну включаем свет. При условии. Вот оно составное у нас условие. Если первая кнопка не прозрачна. И вторая кнопка не прозрачна. И третья кнопка не прозрачна. Ок. Ну и совершенно без изменений. Просто добавили для третьей кнопки функцию. И для нее сделали connect. Не забудьте тоже присоединить функцию. Все нормально. Ну и последний вариант. Что же у нас здесь. А здесь мы просто условия поменяли. Теперь. Хоть одна. Кнопка. Или две кнопки нажаты. Или три кнопки нажаты. То будет свет гореть. Свет перестает гореть. Когда отжаты все кнопки. Здесь все очень просто. Здесь мы тоже меняем условия. В скрипте. На самом деле здесь поменялось условия только вот здесь. У нас в предыдущем скрипте 5P3 здесь было end. End. Значит. И эта кнопка нажата. И эта кнопка нажата. И эта кнопка нажата. А в этом скрипте мы пишем вот так. Если первая непрозрачная. Или вторая непрозрачная. Или третья непрозрачная. Вы знаете как язык луа работает. Если вот здесь в составном условии. Он увидит уже истину. Он даже не будет рассматривать что дальше происходит. Он уже увидел. Если здесь истина. Или. Ну и дальше он не смотрит. Так как в любом случае у нас здесь уже будет истина. Ну что ж. На этом. На этом мы заканчиваем урок. Ставьте лайки, подписки и так далее. Шлите донаты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok